МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новинной регионы. У студии Катярина Градницкая. Витаю вас и сегодня у выпуска глядите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тизможа картка навученца замянить доветку в громадском транспорте. Информационные технологии у повседенном житті. Любуюсь всегда этими работами с удовольствием. Несумная выстава, роспись под конине, сотни работ. Даже потепление про кострышник меркуют синоптики. Распаусюдзить во усіх школах Могилёвшины сервіс «Электронный дзённик» и «Электронный журнал». А карту навученца використовывать у якости проязного билета у громадским транспорте. Такая пропанова у шериху інших прогучала на сесії Аблсавета депутатов. На ёй народные обранники обмерковали пытанье по укораненній сучасных информацийных технологій по оказанні послух насельництву. У отдел по работе со зворотами громадян меньше стало поступать паштовых листов. За развитием информационных технологій ўсё больше становится «Электронных зворотов». В объёме всех обращений в 2012 году они составляли порядка 7%, то на данный момент это уже более 30% «Электронных обращений». Это удобная форма подачи заявлений. Она сокращает время и заявителей, и сокращает какие-то расходы почтовые, или время граждане своё экономят путём подачи таких обращений. Безусловно, является современной формой общения власти с населением. Недавно по международным проекте Могилёвский университет Харчаваня организовал уласную видуастуды. Дякую, жиёй кажуть, поширилися махчымаси у делу у международных навыковых форумах. Не выходя из университета, мы объединяем в одной виртуальной площадке различные страны мира. Нами проведено уже три конференции, два видеосеминара за этот короткий период времени, в которых участвовали Российская Федерация, Республика Казахстан, Германия, прибалтийские страны. Виртуально тысячи туристов наведали Могилёвский заосад, дякую, жиё веб-камеры, что працуют в режиме онлайн. Речь идёт о тысячах. Первое время уже паломничество было. В настоящее время в Америке, в Африке, в Австралии, везде показывают. В этом году я был две недели в Румынии, каждый вечер проверял. Как моих кормят моих зубров. И у сёга это сучасные информационные технологии. Масштабный проект коммуникационных структур, замена старых сеток электросувязи на оптоволокно, повеличение кропок доступа Wi-Fi у социальных установок и громадских местах. Республика Беларусь в данный момент находится на 49-м месте в мире по внедрению современных информационных технологий и на 31-м месте по внедрению и развитию современной информационной инфраструктуры. На Могилёшине зараз украняются пилотные проекты. Электронный рецепт, электронная медицинская карта, электронный дёник, электронный журнал, как прогучала на сессии Аблсовета депутатов, укранение сучасных информационных технологий, так само уплывая на развитие национальной экономики. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, Новины региона. 60 зворотов поступило в жильево-коммунальную господарку Аблвыканкама с початку отяпляльного периода. И по традиции звернуться с пытаньями, да представников улады жихары в области змогуть у суботу 14-го Кастрышника с 9 до 12 годин. Промые телефонные линии пройдуть у Могилёве, Бабруйску и во усих райвыканкамах Могилёвщины. У Могилёвским гарвыканками промуют телефонную линию, проведя наместник старшини Сергей Дядович. Да яго можно звертацца па нумуры 42-21-02. У гэтыш час ваши пытанья шыкая першы наместник старшини Бабруйскага гарвыканкама Олег Ковель. Нумыр телефона у Бабруйску 76-21-41. А вот прамую телефонную линию у Могилёвским Аблвыканкаме гэтым разом проведя першы наместник старшини Олег Чыкида. Тема для звороту – агропрамысловый комплекс, вытворча сиперапрацовка сельгасы господаршей продукции. Лесная господарка – геодезия ахова новокольного сяродзя. Нумыр телефона у Могилёве 50-18-69. На 22 центнеры повеличилась уроджайность бульбы у Могилёвской области. У середним селета за одного гектара арграры избирают 288 центнеров, поведомили у Аблсель Гасхарши. Найлепшая уроджайность у Саугасе доброволец Кличовского района – больше за 380 центнеров. У городским, Кировским, Краснопольским, Крычовским, а так само у Мстиславским и Черековским районах уборку другого хлеба завершили. У Вогулі па в області убрано 86% площ, чоў маглі б завершыть і худшай, кажуть аграры. Аднак работу стрымлівают дажджы. Середа бульбы пасадзіли менш, прыкладны на 400 гектаров. Гэта звязана з попытам на другі хлеб, а пошнім часам ён знізіўся. Тому гаспадаркі дзі нема сучасных бульбасховіщаў пам'яншали пасялные площы пад гэту культуру. А вось перавагу аддаюць айчынным гатункам. Амаль 98% площам занята бульбай мінавіта айчынной селекции. І, дарэч, умовы для сельгасработ зараз складаны, гаворуць обласным гідрометэцентры. Перша декада Кастрышніка выдалася вельмі дажлівай. Выпала ад двух до четырёх декадных нормаў апаткаў. І таму верхній горизонт глебы зусім вельготны. А вось умовы надвор'я для азімых задавальняюць аграрыў. Даже опошніх дзён характерызуюцца як павольныя. За суткі па в обласі выпала ўсяго больш за 6 мм апаткаў, а па полнычы ў вогулі 2 мм. Дарэчы, па мокрых сутках метеорологі не мяркуюць пра месяц. Якім будзе па вельготнасті, падсумуюць ў канцы. За першу декаду выпала аж 270% апаткаў. Такой жа была і перша декада летошніга кастрычніка. Зато ё потым надвор'я було сухім. Што да ближайшага часу, на большай тэрыторій в обласі прагназуюцца дажжы. У суботу кароткачасовая. Зато ё ў неделю па тяплее да 15 градусу. Мушыну, які падазараецца ў крадяжы, ў асабліва буйным, памеры затрымалі ў Могилёві оперативнікі крымінальнага вышыку. Паводля інформація міліція, ёшы ў початку года той выніс кватэры свайго наймальніка 65 тыс. долароў, 2,5 мільйоны російських рублёў і 1200 китайскіх юаняў. Паваховнікі ўзгадываюць, як ў студзіні ў міліцію паступіла адразу чатыры заявы ад прапрымальнікаў, прычым знайомых паміч сабой. Кожны з їх тверджаў, з кватэры па вуліце Вавілава скрадзіны іх агульныя грошы. Той, што валюта знікла, гаспадаркватэры ўбачуў пасля вертання стур паездкі. Оперативнікі, які пабывалі на месі здарэня, выявіли, што замкі ніхто не узламав. Тому подподозрення трапили усе знайомые о потерпелых. На первоначальном этапе был определён круг оперативно-розыскных мероприятий, то есть в отношении лиц, которые были установлены, являющиеся связями потерпевшего по данному преступлению. В ходе отработки данных связей было определено, кто, возможно, причастен к данному преступлению, то есть отрабатывались. Ну и в последующем при отработке проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, возможно, причастен к данному преступлению. Їм оказався ранее судзімым и гэліучанин, який працываў у предприимальніка продавцом у крамі. По информации правооховніка, ён тайна зарабіў копію ключэй ад кватэры своего шефа і выніс усе грошы. По истечэнню определенного времени данный человек начал совершать дорогостоящі покупки, то есть не мог подтвердзіць свою финансовую дзецэцэнність, свой заработок, о том, откуда ў него началь паступать денежные средства. Зараз мушчыны затрыманы, частка скрадзіных грошы, які ён не паспіў патратіць ў яго конфіскаваны. Распачата крамінальная справа. Затрыманаму може пагражаць да 12 годов пазбавління улі. Наталя Іліинч, Александра Артеміў, Новіна Регіона. Гонор Магилёвшыны ў финалі республіканской акции і сям'я «Служым разом» будзе абараняць шмадзетная сям'я Фіафановых. Конкурс пройдзі 13-га Кастрышніка ў Вітіпско. Мероприємства прыміркавана да Дням Маті і Міністэрства внутрэных справ праводзіць яго ў дзясяты раз. Паводлі задумкі організатору, основной мэты і конкурсу – захавання духовно-маральных каштовнаццёв, папулярызація ідеалав моцной сям'ї. У фінал ў гэтым годзі трапіла 14 такіх сямій. У Тымліку і сям'я Магилючан Анатоля і Ірины Фіафановых. Іх выбралі за актывну і життёваю пазіцію і любов до дзяцей. Сім'я Фіафановых выховує шістярых дзяцей. Іх бацька Анатоль Фіафанов – інспектор пасправах неполнагадовых. Дарэджі старші сны ўжо маруть як бацька служить ў міліціі. Фіафановы добра ведаюць, што трэба, каб ў домі, дзе живе сім'я з восьмі чалавек, пановалі спакой, тяпло і утульнасць. Быць дружными. І всім'єсць. Всім'єсць. То есць, сабрали чтат дзеўт всім'єсць, сабралиць пудат ёхать всім'єсць. То есць не зеляться, памагаў друўт. Творчы праэкт да фістывалю «Золотый шлягер» рыхтуе оркестр народных інструментаў ім'я Леонида Іванова. Каліктыв выступіць сумесна с салістам Московскага академічнага театра Чынгісам Аюшеевым і салісткай Коралевскага опернага театра Італиі Аленай Аюшеевой. Дарэчі, знакамітый оркестр в області будзе выступаць ў статусе заслужанага каліктыва Беларусі. Узмах дырыжора і музыка ліецца па зале. Пядісяту дзельнікаў каліктыву не просто выконываць твор, а укладываць ў яго сваю энергетаку і характар. І адрымуваецца магія. Гэта якраз той выпадак, калі мелодыя краная струны душы. Это тоже своего рода талант, к чему мы стремимся добіцца ад людзей такого рода эмоцій, радыці, радыці, состоянія, счастья. Пусть это будзе слёзы радыці, но главное, чтобы это была радыці і очіщення. Аркістр народных инструментаў имя Леонида Іванова першы профессиональны каліктыв на Магилёшчыне, які адрымаў гонаровае званне заслужанага каліктыву Беларусі. І он добровядомы далёка за межамі рэспублікі з гонарам працтавляя Магилёшчыну. Так, ў 2017 годзе аркістр народных инструментаў ў Чарговы раз працтавляў нашу область ў Дзержавным Крамлёвским палацы. Масковскім міжнародным доме музыкі палацы рэспубліки ў Минску побывал на гастролях ў Эстонії. Здесь случайных людей нет, потому что, выходя на сцену Креблёвского дворца съездов, и понимаете, что вот сидит президентский оркестр России рядышком, вот на одном из концертов, вот они сидят справа, мы сидим слева и поочерёдно играем. И поэтому здесь плохо, играть нельзя. Несмотря на то, что состав меняется, потому что значительная часть у нас студентов нашего Могилёвского филиала, они выпускаются, идут работать в какие-то другие учреждения, набираемых новых, но, в принципе, вот это у нас получается. И слава Богу, что мы коллектив. Наверное, поэтому мы и достигли таких результатов. На лето заслуженому коллектыву спаўняецца 20 год и ў Оркестра народных инструментаў шмат планов реализации творчага потенциалу. Кристина Кранкевич, Александр Тарасов, Новина Регіона. Выстава неверагоднага настрою. Менавіта такія водгу кіноведвальніка ў экспазіціў зале па вуліцы Болдіна. Свою персональну выставу простаў тут Валерый Плаксін. Гэта каля сотні работ, які выкананы ў техніцы роспису па тканіне. Валерый Плаксін расписывает тканіну ў техніцы сублимации. Больш за 30 год майстер працываў на адным з буйнейшых прадпраемстваў в області. І за гэта час Валерый стварыў больш за тысячу малюнкаў дизайну для тканіны. І больш за пау тысячы ўнікальных картін для ўласной колекцыі. На выставі толькі пятае яе частка. Они, конечно, разнообразны. Темы едіны на этой выставке нет. Потому что я хотел как-то разнообразність выставку, паказаць, то, что у меня есть за душой. Выстава подзілена на пять часток. У кожной свой напрамык. Одзін з самых цікавых для самого Валерея, прысвешны японскому мастаку Кацусіка Хакусай. Я был в Японії лет 15 ма назад. Я просто поразился, влюбился в этого худовника. Я сейчас только о нём и думаю. Великолепный худовник. А самое главное – это острота его изображения. То есть в этой технике нельзя хребиться. Одно движение кистью – и всё. Ещё одна тема выставы – рослины, кветки. Причём мастак признается, что малю я их только по натхненні без натуры. Я всегда любуюсь, любуюсь всегда этими работами. И, конечно бы, с удовольствием, может быть, даже приобрету такую картину. Очень ярко, очень красиво, очень выразительно, с большим хорошим настроением. Очень положительные эмоции всё вызывает. А вы хотели бы иметь что-нибудь из этой коллекции «Свадома»? Да, это мой стиль. Мне нравится. Интересно, необычно. Радует то, что действительно не копирует кого-то, что-то, высказывает своё мнение. Это очень важно в нашей жизни. Высказать своё мнение через данного рода работы. Есть метричные формы, насыщенные фарбы, абстракция, философские разважания. Усё это так само у творога мастака. А с правдой свободы, каже Валерий Плаксин, ему дают работы в авангардном стиле. Андрей Шуляк, Алена Мельщенкова, Виталий Алексеенко. Новины региона. Усё новины проживаются в області на нашем сайте. А я с вами развитываюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»